Друзья, добрый день. Еще раз что-то выбилось тут у меня. Давайте еще раз начнем сначала, что эфир я предполагаю небольшим и он будет посвящен прошедшему интенсиву, онлайн-тренингу открытому, который проводила прямо в инстаграме с открытыми заданиями. Можно было мне их присылать, где-то я бы прокомментировала их, ну и что я, собственно говоря, и делала. И такой онлайн-тренинг позволяет лучше узнать себя. Почему? Я уже много раз говорила, и я думаю, что те, кто давно уже в психотерапии или, может быть, и недавно, вы уже знаете, что есть сознание, есть подсознание. И язык подсознания — это образы и символы. Вот это является важной составляющей. И для понимания, что такое вообще работа психолога, работа с психологом, что важны именно образы и символы. Только так мы можем вообще как-то достучаться до своего подсознания и что-то исцелить там во внутреннем мире, сделать необходимые изменения только через образы и символы. Да, раньше я тоже много работала на осознание. Ну, осознавать, конечно, тоже важно для этого нам, в общем-то, мозг, да, и мы можем какие-то вещи осознавать. И на самом деле осознавая некоторые вещи, ну, какие-то проблемы, да, может быть, даже болезни, да, когда осознаются, острые, они исчезают моментально. То есть я ничего против осознавания не имею. Это очень быстрый способ, но иногда очень болезненный. А есть такие вещи, которые формируются очень рано, во внутриутробном периоде, на первом году жизни, и их невозможно ни осознать, ни вспомнить, ни представить, никогда оттуда не докопаешься, кроме как вот образами. И поэтому я как психолог, имеющий больше 10 лет стажей, врачам больше 20 лет стажей, да, поэтому я про болезни часто говорю, ну, понимаю, да, что работа с символами очень важна. Я поздравляю всех, кто дошел до конца, выполнил все четыре задания. Ну, на мой взгляд, они были очень простые, ну, вам они показались различной степени сложности. И спасибо, что вы отозвались в конце, написали там отзывы, и, наверное, еще напишите. И кто, может быть, не доделал задания, конечно, их можно доделать, они в свободном доступе. И я думаю, что кто-то еще их будет делать в ближайшее время, пока они вот еще верхние посты. Если у вас есть вопросы, вы, пожалуйста, пишите по своим же образом и символам, или что вообще важно вам сегодня услышать, потому что тут у меня своя, может быть, какая-то программа, а вам важно свое что-то услышать о своих образах и символах. Я знаю, что многие ждали этот эфир. И, смотрите, давайте начнем с первого дня, да. В первый день я предлагала рисовать стихии. Вот такое было задание. Если бы вы были стихией, то какой? Ну, если вы помните, конечно, я все это выкладывала в сторисы, и все эти рисунки, которые были выложены, почти все есть в актуальных сторисах, я сегодня выложу там, где они есть, то есть в разделе рисунки и в разделе символы, там, где расшифрована символика в большей степени. И вот если вы помните, да, или, может быть, не знаете, слушаете меня сейчас вообще впервые, не принимали участие в интенсиве, это были агрессивные такие стихии, да, то есть смерч, ураган, цунами, какие там еще были, если помните, гроза, да, была тучка, тучка, вулкан, землетрясение, ну, то есть все, абсолютно все стихии были агрессивные. И, как вам кажется, может быть, вам будет самим интересно покопаться, да, и подумать о стихии или природные явления, это что такое вообще за символ, почему он был предложен, может быть, первым, и чем он отличается, например, от последующих. Последующие, если помните, растения, да, если бы вы были растением, книгой и президентом. Вот такие были четыре задания. Чем может быть стихия, что она имеет такого важного, почему именно с нее? Ну, если, конечно, у вас есть представление. И почему они все были агрессивными? Смотрите, есть стихии разные, да, мы уже привыкли, есть стихии воздуха, огня, воды и земли. Да, четыре вида стихий. И есть стихии мужские, преимущественно, и женские. Ну, это определяется очень просто, то есть какого рода слова, такого рода стихия. Если это ураган, то это, конечно, мужская стихия, если это буря, например, это женская стихия, гроза, это женская, да, цунами. Ну, как правило, это, конечно, среднего рода такое слово, но его часто клиенты относят к женскому роду. И, ну, пока вы не пишете, да, что такое стихия, ну, возможно, нет представления, конечно, вы ждете и от меня, что я вам что-то скажу, да. Но стихия – это такое что-то без рук, без ног, да, без головы, у них нету органов никаких. И это самые древние такие представители на Земле. То есть еще до зарождения человечества были уже и ветер, и дождь, и град, и звезды, и все это уже было. Да, то есть это такие божественные структуры, но они очень хаотичные, то есть они вообще не подлежат никакому контролю, да, и если уже стихия разбушевалась, пиши – пропала. Ну, так же, как сейчас, например, коронавирус, да, тоже его можно отнести к какой-то стихии, ну, это немножко другое, но все равно. То есть это такое неконтролируемое, но его еще мы можем контролировать. А вот стихию, ветер, мы можем их использовать, да, в виде там мельницы, например, там построить, ну, как раньше делали, да. Там силу дождя, ветра использовать. Но на самом деле остановить их нельзя. Ну, стихии нету, извиняюсь, мозга, да. Она не думает, что она делает. Ни один вулкан не думает, почему он извергается, как он извергается и зачем он извергается. И будут ли после этого последствия. Просто об этом не думает вообще. В отличие от людей, которые мы иногда и готовы так выразить свои чувства, да, но никак не можем. По причине того, что нам страшно, больно, ну, в основном страшно, да, что наши чувства будут не приняты. И что потом вообще будет, а вдруг нас отвергнут и так далее. И тогда мы свои чувства держим при себе, болеем, да, то есть эти чувства уходят, образуют блоки в теле, мы начинаем болеть. А чувства свои выражать боимся. Так вот, стихии, работая с образом стихий, это как раз про чувства и эмоции, которые мы держим в себе и не можем никак выразить. Ну, боимся, да, как я сказала, в большей степени боимся. А иногда просто не понимаем вообще свои чувства, да. То есть что чувствуете? Не знаю. Что чувствуете? Ничего. Что чувствуете? Как себя чувствуете? Хорошо. То есть часто мы вообще не понимаем, как мы себя чувствуем. И, кстати, когда мы не понимаем, как мы себя чувствуем, тут приходят болезни, проблемы, да, чтобы мы в них как в зеркало так смотрелись и понимали, что нам больно, нам страшно, еще какие-то чувства возникают, грустно. Вот тогда мы начинаем себя чувствовать, к сожалению. И процесс психотерапии подразумевает, что мы научаемся себя чувствовать и чувствуем себя в каждый момент времени. Тогда нам не нужны проблемы, тогда нам не нужны болезни, тогда мы себя просто чувствуем. Китайцы вообще работают с одними стихиями, ну, я имею в виду нетрадиционную медицину, да, они вообще только стихии предлагают и работают только со стихиями. Поэтому это очень важный элемент, это, я бы сказала, первый элемент, первостихии, они так и называются. Они позволяют выразить свои чувства и эмоции. Ну и, конечно, агрессивные стихии, которые, может быть, вы видели или вырисовали, это про невыраженную агрессию. Это, конечно, сегодняшняя тема и тема с вирусом, с этим, это про агрессию. Сколько у нас накопилось в душе агрессии, которая не осознается, не чувствуется никак, но она чувствуется в виде проблем таких, да, то есть вирусные дела, безденежи, какие-то другие болезни. Вот именно так проявляется вот эта вот агрессия скрытая или которую мы боимся вообще проявлять. То есть она застревает в горле у нас, в бронхах, поэтому кашель, горло болит, да, там глаза слезятся или там какие-то глазные болезни бывают, когда мы не хотим видеть, закрываем глаза, да. То есть вот это про то, как работают внутри нас стихии. И предлагая прожить образ стихии на сеансе или нарисовать ее, как бы есть предложение такое, да, к внутреннему миру выразить свои чувства. Потому что стихия не думает, в отличие от человека. И тогда, смотрите, есть женские стихии, мужские, как я сказала, да. Естественно, все болезни, как говорится, родом из детства, да, и, конечно, у нас есть мама и папа, к которым мы как-то относились и как-то запечатлели их образ в своем внутреннем мире. То есть когда мы говорим сейчас о маме и папе, мы говорим о внутренних наших образах, которые мы зафиксировали у себя из-за нашего отношения к ним. Все, мы не говорим о том, что мама плохая или папа плохой, мы лишь только говорим про то, как у нас это в душе. Вот. И мужские стихии, если рисуются в большей степени мужские, ну или первое, что пришло, это мужское, это в большей степени выражается агрессия к отцу. К отцу. Часто здесь могут быть отношения, да, нарушенные, естественно. То есть если это женщина, да, к отцу там выражает, то это и... Ну, не важно, кто выражает это, и про безденежь, да, и про отношения могут быть проблемы. Без разницы. Если стихия в большей степени женского рода, ну, например, гроза, да, цунами, то это в большей степени проявление агрессии в сторону матери. И, соответственно, в жизни мы видим проблемы в большей, может быть, степени с женским полом, да, то есть с женским полом, ну, который чуть старше нас, да, то есть, или с иерархически, более, ну, с иерархически важными фигурами в нашей жизни. Учителя, врачи и так далее говорили об этом однажды в прямом эфире. То есть вот таким образом вы можете сейчас вот, кто участвовал, да, и кто сейчас здесь есть, вспоминать свои образы, что вы рисовали, и прямо сейчас проанализировать их, да. И я предлагала пройти по вопросам, там прям в задании были вопросы, да, как вы себя чувствуете, когда видите эту стихию, там, как чувствует себя стихия и так далее. Не всем это удалось. Я видела, что кто-то просто нарисовал и больше ничего. Ну, вы знаете, даже когда вы просто нарисовали, это уже результат, это уже такая маленькая победа над собой. Потому что, чтобы выразить агрессию к маме или папе, пусть даже таким образом, ну, или к кому бы то ни было, это подвиг уже. Это значит, что она есть, и вы ее как-то можете уже выражать. Поэтому я вас поздравляю просто. Это просто вообще, ну, действительно подвиг, особенно для тех, кто участвовал первый раз. Я видела, несколько человек были вообще впервые заинтересованы очень, были очень глубокие работы у всех. Вот. И чтобы с этим было легче справиться, предлагалось название рисунку придумать, да, там, ну, какие вопросы еще были пройти. Очень важно было, ну, это про все задания будет, конечно, но тем не менее, очень важно вот побыть вот тем, чем вы нарисовали. И такой вопрос, такое предложение было у меня во всех заданиях, и многие его выполняли, естественно. Кто-то забывал, ну, тут уже, понимаете, тут сопротивление включается, понимаете, да, чтобы выразить кому-то чувство. Это, ну, страшно, как я уже в начале эфира говорила. Поэтому включается сопротивление. Поэтому по вопросам не шли. Но вы можете это сделать, те, кто это делали или еще будут делать, вы можете это сделать. Прямо взять и методично пройти по вопросам, по всем заданиям. Вот. И очень важно побыть вот той стихией, которую вы нарисовали, или тем растением, той книгой. Почему? Потому что, когда вы смотрите вот так со стороны, это чувство ваше туда, да, это как бы такой образ вынесенный. А вот когда вы переносите свое сознание туда, в этот образ, это, кстати, очень полезно, это архиполезно. Задания, упражнения. Это то, что делают при проживании образа люди за деньги. Ну, психотерапия, оно не дешевое удовольствие, да. Ну, как бы, ну, стоит денег. А здесь вот можно вот самому вот так работать. То есть вы туда перемещаете свое сознание и чувствуете, как чувствует себя эта стихия или там это растение, например. Вы узнаете очень много интересного. Почувствуете это изнутри. И все его свойства и качества вы можете присвоить себе. Ну, вот просто, знаете, не напрягаясь, так скажем. То есть не через голову, а вот через чувства. Прям побыть этой стихией, побушевать, отключить свой мозг, отключить свой контроль. И сделать то, что может делать стихия. Разрушить. Очень многие боятся разрушения в образах. Друзья, ну, если это агрессивная стихия, она разрушает. Она не думает и не боится. Это как раз снимается запрет на выражение своих чувств. В таких вот моментах, в таких работах запрет на выражение чувств. То есть после этого как раз проходят болезни, уходят некоторые проблемы, восстанавливаются многие отношения. И это очень важно. Понимаете, просто когда мы выражаем чувства. Пусть даже вот один раз в образе. Вот. То есть это архиважно. И вы можете все это еще раз сделать. Вот. Я не вижу ваших вопросов, может быть, по вашим образам. Если что-то важное, вы пишите. Вот. И вот по поводу стихий, наверное, можно остановиться здесь. Да, я думаю, понятно про стихии. То есть это способ выразить свои чувства. И здесь снимается запрет на выражение своих чувств. Дальше. То есть когда мы смогли, почувствовали себя, да, выразили свои чувства. Причем агрессивные довольно. Дальше. Ну, задания, естественно, они были все предложены по нарастающей. Невозможно из-за этого делать вторую. Ну, возможно, конечно, но легче тогда делать второе задание. И второе задание было, если бы я был растением. Вот, замените, я там не просила деревом, да, там, или цветком. Вот. Растение. То есть какое представится растение? Что такое растение? Ну, у растения вообще очень много символизма. И вы сами сейчас можете его тут написать целую. Много, да, там, вы уже знаете. И мы рисовали как-то дерево в прямом эфире. И недавно рисовали, а, мы рисовали недавно мандалы здоровья, да. Но все равно есть эфир «Рисуем дерево». И растение – это всегда рост, да. Там прямо даже заложено в самом названии растение, рост, корень растрост, да, помните, в школе проходили. То есть растение, оно всегда прорастает. То есть оно раздвигает верхний слой земли, да. Опять же выражает агрессию такую. Земля – это материнский слой, да. И прорастает, пробивается сквозь этот слой земли. Для его существования необходима солнечная энергия, это асовская энергия. И земля – материнская энергия, и вода. Это женственность. То есть вот все три составляющих дают рост растению. У растения есть стебель, корни, листья, ну и там или крона, да, в зависимости от того дерева это или нет. И если цветок, то у него есть такая цветущая красивая часть. В любом случае растение – это пророст. Растение – это про символ меня, личности, да. И растение – это всегда родовой символ, у него есть корни. И смотрите, растение, оно произрастает же из семечки, да. То есть это, то есть из семечки всегда росток, потом идет растение. Ну, кстати, цветение, ну, как мы все знаем, да, это промежуточная такая форма жизни. Это совсем не для того, чтобы наводить, по сути, красоту, да. То есть и дерево, и цветок цветет для того, чтобы потом плод защищать. Это вот для этого. То есть у дерева очень большая защитная функция, в том числе. И дерево, конечно, он имеет такой круговорот, да. То есть, во-первых, оно в разные времена года выглядит по-разному, да. Осенью оно сбрасывает листы, например, и учит нас расставаться. Зима – это когда дерево, в том числе, как и вся природа, спит, отдыхает. Оно не плодоносит, показывая нам, что нам тоже нужно отдыхать, а не все время пахать. И вот сейчас мы никак не можем остановиться с этим коронавирусом, да. То есть, ну, кто-то сидит спокойно, а кто-то бунтует. А на самом деле есть такой период зимней спячки. И для того он дается, чтобы накопить силы, по сути, да. То есть зимой накапливается влага, семя зимует, находясь в контакте с землей. И весной оно дает рост. Без зимы, как бы, очень сложно расти, потому что не запасаются питательные вещества. Ну и семя образуется осенью. То есть все времена года нужны. И каждое, вот, то есть семя, в смысле растения, проходит вот эти вот периоды, да. То есть плодоношение, семя попадает в землю, рост, снова плодоношение. Вот этот круговорот. И это такая неосознанная работа со страхом смерти, которая сейчас, ну, есть, естественно, у всех. Он не может не быть. И чем больше мы от нее прячемся и отрицаем то, что мы видим по телевизору, тем больше, естественно, есть этот страх смерти. У кого-то он выражен прямо на физическом уровне, там, ну, сейчас идет, ну, все равно консультация и продолжает идти, да. Кто-то прямо физически ощущает этот страх, кто-то не ощущает только через события жизни. И поэтому символ растения, он вот прямо сейчас важен-приважен был. И, ну, вы можете, опять же, все сделать, да, еще нарисовать все это. И нарисовать еще раз растения. Господи, не возбраняется. Вот каждый день можно рисовать, прям целый интенсив себе устраивать, там, три-пять дней растения рисовать. Можно цикл рисовать. Есть такой у меня один из любимых образов – путь пшеничного зерна. Обожаю просто этот образ по работе со страхом смерти. Вот когда вот этот круговорот проходит зерно. Потому что это, ну, ну, я сейчас не буду про этот образ говорить, но это очень важно. И заметьте, вот я тут выписывала, да, какие у нас были деревья, да, были. То есть яблоня, плодоносящее такое дерево. Яблоня – символ женственности, такой плодоносящий материнства. Яблоня – это отношение к матери в том числе, да, то есть вот такой символ. И важно, что яблоки эти появляются, ну, то есть плоды появляются. Плоды вообще – это символ сексуальности. А если это символ сексуальности, это про тело, это про творчество и это про деньги. То есть вот такие вот важные символы. Вот буквально просто в яблоне, да, если мы взяли. Дальше были какие-то у нас еще подсолнух был, да, несколько у нас, два или три было подсолнуха. Ну, подсолнух само по себе, да, солнечный такой цветок, он один на ветке. Единственное, вот один подсолнух, он… Вообще рисунки бывают нераскрашенными, но я так вам скажу, обычно, обычно это про дефицит рисунков, ой, господи, про дефицит ресурсов обычно. Ну, когда вот не хватает в жизни, да, чего-то, сильно примерно не хватает, да, разукрасить этот. И не хватает красок в жизни, то есть мы все время что-то думаем в контроле, там, все время где-то носом землю роем. Вот, на самом деле краски всегда придают жизни. Я думаю, вы это замечали не раз, и рассматривая, да, разные рисунки, мы все равно… Цвет играет очень важную роль. Но это не значит, что там вы плохо нарисовали. Вообще, вы знаете, не бывает плохого или хорошего. Хотела с этого начать и забыла. Не бывает ни хорошего, ни плохого. Вот еще, что важно, что я забыла сказать тоже. Каждый рисунок, вот каждая работа, она для чего еще делается? Важно удовлетворить свою потребность. Потребность. То есть, когда есть такой вопрос, что хочется… Ну, смотрите, как образ проходит. Давайте я здесь скажу. То есть, образ, да, что чувствуете по отношению к этому образу или что чувствуете внутри этого образа. И через чувство мы выходим на потребность. Потом идет вопрос, а что хочется? Вот с этим вопросом, что хочется, удовлетворяется потребность ваша внутренняя. Неважно, цветок вы нарисовали, книгу, стихию или еще что-то, вообще неважно. Вот, например, там, когда я там смотрю на стихию, я чувствую страх. Это обычный страх перед родителями. Да, то есть, что хочется, когда страшно. Кому-то спрятаться хочется, кому-то хочется рушить, кому-то хочется, чтобы там море спокойное стало. Без разницы. Это ваша внутренняя потребность таким образом удовлетворяется. И в это время происходит там исцеление во внутреннем мире какой-то вашей функции, какой-то, ну, какой-то ситуации такой, которая не осознается. Вот именно вот так. Вот почему эти вопросы очень важны. И вот почему по ним, когда вы проходите, вы спускаетесь на другую глубину, и там можете производить глубокие совершенно изменения с помощью простейших заданий. Вот что важно. Вот, поэтому не бывает плохих образов, хороших образов. Вот меня спрашивают, я плохой рисунок нарисовала или хороший? Друзья, это ожидание оценки. Об этом я в конце сегодня скажу. Не бывает ничего хорошего или плохого. Нарисовали, это ваше, это ваш внутренний мир сейчас что-то выдал. Важно разобраться, что, если важно. Нет, вообще не важно, что хочется, перерисовали как хочется, все удовлетворили, свою какую-то внутреннюю потребность. Через чувства, опять же. То есть поменялись чувства к рисунку или не поменялись. Устраивают эти чувства? Я некоторым задавала такой вопрос, нравится? То есть устраивает или нет? Устраивает, все хорошо, оставляем. Вот, и, то есть подсолнухи были, да, и вот один подсолнух, он был злой, то есть он выражал там злость свою. И это когда, может быть, в стихиях недовыраженное чувство, может быть, естественно, и на завтра, в следующем задании они выражаются. Дальше. Орех был, может быть, помните, орешник, да, была целая там тема в сторис, когда орешник, конечно, это про защищенность, да, то есть потребность такая в защите. И, естественно, она вот таким образом сопровождалась. Хорошо, что некоторые прислали легенды, сказки. Это очень сильно укрепляет внутренние ресурсы, и вы сами можете сами их просто добывать, укреплять и пользоваться ими. Понимаете, вот здесь вот без психолога, здесь важна самостоятельная работа. Ну, вы просто можете это делать самостоятельно и расти на этом. Ну, если важно, да, что там еще береза, да, например, береза женский, такой символ береза женственности. И тоже там были моменты, да, когда березу перемещали сознание, было по-другому ощущение. Ну, это всегда так. Для этого мы предлагаем переместиться. Дальше были Ивы. Ну, две, я помню, Ивы. Ива, да, это про страх смерти в том числе. Я думаю, вы видели в сторис. Ива, как правило, связана с гореванием. Верба и Ива. Не зря есть вербное воскресенье. Они из одного семейства, верба и Ива. Есть у меня на эту тему пост. И связаны с гореванием. Ну, и сейчас такой момент, да, и вот страстная неделя идет. И, конечно, с этим коронавирусом в мире такая ситуация, что, ну, почему бы мы же это внутри имеем? Значит, это важно выражать. Не прятаться от этого, а выражать их, исцеляя свой внутренний мир. Ведь у всех у нас есть какие-то прикосновения со смертью. А мы ее боимся, потому что в культуре у нас про смерть говорить не принято. У нас считается, что это плохо про смерть говорить и так далее. Понимаете? И мы, поэтому вот все это и происходит у нас. Поэтому мы смерти боимся, бегаем от нее, бегаем от этих цифр, не верим, ну, и так далее. Вот. А важно исцелять внутренний мир. Исцелять через образы и символы. Через такие простые вообще задания. Дальше. Наверное, про растения можно закончить. Ну, вот бамбук там еще был, да, такой мужской символ тоже. Ну, то есть там можно в описаниях даже ваших, там были большие ресурсы. Дальше. Про книгу. Книга. Если бы я был книгой, у некоторых это вызвалось какие-то затруднения, а некоторые, наоборот, выполнили это задание с удовольствием. У книги тоже очень много символики. Ну, книга – это, конечно, про внутренний мир, да, про внутреннее наше содержание, про потребности. Это в первую очередь, ну, на мой взгляд, это про нашу ценность. Кстати, цветок тоже про ценность, про женскую особенно. В том числе. Ну, книга – это вообще про ценность, да. То есть книги мы вообще почему читаем? Это информация, да, информация. То, чем мы наполнены вообще. Вот. И у книги есть обложка, переплет, у нее есть функции какие-то, да. И вот когда вы рисовали и описывали, можно было это все посмотреть. И сейчас вы можете все это анализировать. То есть, вот, допустим, по прообложку, да, какая она, красивая, или там страшненькая какая-то, или абы какая вообще, или затрепанная. Это говорит о нашем отношении к себе, да, в том числе. Как мы к себе относимся? Это, опять же, не хорошо и не плохо. Это вообще может быть, ну, понимаете, в зависимости от сегодняшних задач, да, открывается какой-то образ. Сегодня вот такая книга, а завтра вы, может быть, другая будете книгой, или там растение. Вот. Но сегодня важно, да, посмотреть, что у вас сегодня. Или там эта книга, там, с дизайнерскими страницами, да, там, или это книга, какая-то, опять же, книга, да. То есть, внешний вид, да. Второе название. Ну, тут вообще всегда просто диагностично, да. Это книга сказок, или книга путешествий. Здесь про потребности уже идет речь, да. Про обложку, кстати, не сказала еще. Это про границы, да. Обложка – это границы. То есть, как у нас с границами, есть вообще обложка или нет. И у многих после удовлетворения потребностей, то есть, когда вы проходили по вопросам, обложка менялась, да, она становилась более крепкой. Кстати, у многих она была кожзам книга, то есть, ну, соответственно, да, сразу были границы обозначены. Вот это важно. Дальше книга сказок, путешествий, мир вкуса, вот был, да, женское счастье, книга жизни. То есть, все вот эти названия отражают ваши потребности. Опять же, они не хороши, не плохи. Это просто потребности, которые необходимо удовлетворить. Почему вот там они возникают, да, такие потребности, почему они удовлетворены? В результате травматического опыта. Вот. Ну, я сейчас не буду об этом говорить, а просто вам к тому, чтобы вы понимали, что вы делаете. И дальше, например, в содержании, да, книгу вы описываете, о чем она там. Вы знаете, вот, очень важно, когда вы по этим вопросам проходили, там был вопрос, что вы поняли о себе. Ведь этот вопрос вообще очень важно себе всегда задавать. Этот вопрос на осознание. То есть, вы делали, делали, делали работу. А что важного-то о себе узнали? Может быть, и ничего. Может быть, ничего. Правда. Вы нарисовали, там, описали, и во внутреннем мире произошли изменения. То есть, вы вдруг подрисовали на обложке что-то, вдруг вам захотелось ее переименовать, эту книгу, или там еще что-то произошло. Все. Даже когда вы просто описали, ну, пусть книгу или растение, неважно, вы удовлетворили свои внутренние потребности. Вот это очень важно. Даже можете не задуматься. Но книга это о ценностях в большей степени. И вот я у вас увидела, ну, естественно, да, насколько мы ценны, насколько у нас есть границы, настолько есть и отношения. То есть, если у нас границ нету, то какие вообще могут быть отношения? Если у нас нет границ, то мы как одно целое. Никаких отношений быть не может, да? А если у нас есть границ, то мы два разных объекта, ну, субъекта, да, как принято говорить. Ну, два человека разных, или там человек-предмет. У нас тогда могут быть отношения. Вот это важно. Книга еще про границы. Про границы все могут быть образы, но книга наиболее здесь была выражена про обложку, про границу. Это что касается третьего задания. Ну и задание четвертое, если бы я был президентом, мне кажется, оно вызвало больше всего эмоций, больше всего сопротивления. Ну, естественно, это ожидаемо. Смотрите, я говорила, задания идут от простых к сложным. То есть стихия – это вообще что-то древнее, то, что существует на земле. Растения – это уже все-таки более что-то оформлено у него, есть корень, стебель, листья, части цветка или части растения. Книга – это то, что создано вообще человеком, это рукотворное. Ну, а президент – это уже человек. То есть с головой, с руками, с ногами – это человек. И на человека всегда идет какая-то проекция, всегда идет перенос какой-то из семейной системы. Ну, и слово «президент» – оно мужского рода и, естественно, вызывает какой-то перенос в большей степени на отцовскую фигуру. Ну, и, естественно, сейчас эта тема заряжена. Вы знаете, я долго думала дать вам задание предложить президентом быть или волшебником. Но что еще какая преследовалась цель – это про ответственность. То есть про рост ответственности с каждым заданием. То есть стихия, она делает, что хочет, цветок, он растет так, как может, да, так, как у него получается. Зависит от внешних условий или от ухода, ну, кроме сорняков, конечно. Книга – это вообще то, что создано человеком, то есть там есть такая зависимость. А «президент» – это уже ответственность, да, то есть он ответственный уже не только за себя, но и за страну или что вы там придумали бы, да. Это уже прообраз королевской фигуры, да. Если брать архетипы, то «президент» – это королевская фигура в личности. Король – это символ власти, да, это символ управления. И это один из важнейших архетипов, на которые опирается личность – король. Король имеет ответственность за народ, за королеву, за власть. У него есть подчинение армия, и у него очень большие задачи. Но самое главное – это ответственность. Ответственность и управление. И управление в первую очередь чем? Управление своими чувствами, эмоциями, своими внутренними частями. Да, и вот вы знаете, благодарна вам, спасибо, что вы прям писали многие, даже не мысли и чувства после этого задания, а прямо вот присылали даже, ну, если бы я был президентом, то что бы я делала. Ну, что вот я заметила сегодня в сторис, я вам писала, что многие почему-то восприняли это так, как будто бы это обязательно должна быть Россия. Не, ну в этом нет ничего плохого, просто, что это обязательно должна быть Россия. И почему-то нужно обязательно встать вместо нашего президента Путина, уважаемого, занять его место, превзойти его и что-то там изменить в этой системе. Хотя на самом деле, да, почему бы не создать свою страну, да, какую-то, может быть, даже это президент предприятия бы был какого-то, например, да, и разобраться сначала вот там у себя, там в каком-то количестве людей. Конечно, брать огромную страну Россию очень сложно, особенно если вы, ну, может быть, не занимались психотерапией, сложновато, да. Но, тем не менее, задание было таким, и вы его сделали так, как сделали, да. И здесь, что важно, на мой взгляд, многие сразу писали, что это про ответственность, и вы совершенно правы, это про ответственность, я уже об этом сказала. И еще это задание, почему я дала, чтобы можно было выразить всю злобу туда, да, которую мы еще не можем там выразить, или кто-то, ну, не осознает ее, на отца, на президента. Ну, на президента же можно, да, все равно он ее знает, на отца вот нельзя. То есть выразить прямо злобу эту, она сейчас очень актуальна, потому что карантин, потому что такая ситуация непростая сейчас. Вот, но самое главное, чтобы мы, ну, задание было для того, чтобы мы могли брать ответственность, и за что в первую очередь? За свои чувства, да, за проявление своих чувств и эмоций, а не за поиск виноватых вокруг, почему у нас там что-то происходит, почему у нас карантин, почему у нас нет денег и так далее. То есть самое главное взять ответственность за себя, свои чувства и эмоции. И за свои части. То есть все, что вы написали, если бы я был президентом, то, ну, там, каким или что бы я делал, ну, что думал бы и делал, да, я такое задание предлагала. И вы написали что-то, да, там, вести там психологию в начальной школе и так далее. Ну, кто что писал, здорово, очень разнообразно получилось. И, конечно, речь идет о вашем внутреннем мире, да, то есть что в вашем внутреннем мире-то страдает, может быть, ну, как вы мне писали, тяжело людям, а я бы хотел помочь. Ну, во-первых, вот это вот помочь, да, то есть много дать. Ну, ладно, у короля есть такая функция дать народу, действительно дать. За это, кстати, народ короля чествует. То есть когда король дает, люди его чествуют. Если люди забрасывают его яйцами, король давать тоже не может. А если разговаривать о внутреннем мире, да, то тогда про какие части идет речь? Где какие части ваши дефицитные? Какие требуют изменений? Какие требуют ремонта? Вот посмотрите после эфира еще раз свои описания. Попробуйте понять свои потребности через то, что вы написали. Все опять в потребности упирается. Вот ничего больше другого нету в психологии. Потребности. Ваши внутренние потребности. Через них исцеление происходит, еще раз говорю. Внутреннего мира. Ну, а внешнее только лишь отражает внутреннее. Поэтому попробуйте, попробуйте. Ну, кому трудно, пишите. Разберемся вместе, да, там, где получится. Что за внутренние потребности стоят за тем, какие бы вы внесли изменения как президент. Может быть, после этого вообще вам захочется все переписать, действительно создать свою страну, придумать ей название вообще и сделать там такой порядок, как вам хочется. Вот это очень важные вещи, которые можно сделать. И кто не сделал задание, ну, можете, конечно, его сделать в любой момент. У меня некоторые спрашивают, можно еще? Да, конечно, можно, пожалуйста, делайте. Никто ж не возражает. Вот таким образом четыре задания, да, то есть рост ответственности через выражение чувств, через преодоление страха смерти. Если мы вспомним, кстати, сказки, там везде есть, да, рост героев, ну, то есть через прохождение, вот, через встречу со своими страхами, в том числе со страхом смерти, да, растет мужское. То есть пошел лягушка царевна, он, Иван царевнович, сжег лягушачью шкуру и пошел искать ее в тридевятое царство, да, в тридесятое государство. То есть, вот, ну, встречается там с зайцем, это со страхами, да, с медведем, это с силой, с родом и так далее. То есть вот такие стадии, да, проходит мужское, дозревает таким образом. И когда он уже находит Василису, да, то есть он как ее находит? С Кащеем же сражается, да, то есть Кащей это такой внутренний отец, который чахнет над златом и удерживает женское. То есть когда не происходит сепарация пока своего женского от отцовского, не происходит во внутреннем мире соединения мужского с женским. То есть сказка о том, как соединяется во внутреннем мире мужского с женским. Все сказки, так же, как все образы, это про внутренний мир. Вот, поэтому именно вот так растет внутри и наше сознание, да. И книга уже была про ценность, как я сказала, просто повторюсь еще раз этапы, чтобы было понятно, да. И президент уже королевская отцовская фигура, которая способна уже управлять и смотреть больше, да, управлять и народом. То есть управлять уже, а не только что-то там выражать, понимать и выражать. Вот такой был интересный интенсив, который способствует росту самосознания своего. Еще раз благодарю, что вы участвовали, но сейчас еще кое-что скажу. Вот, и... Ну, не то, что связать. Смотрите, я когда предлагала задание, да, я предлагала там скидку на интенсив. И сейчас, кстати, горы сзади меня. Хорошо, что горы. Я вспомнила про это. Это я планирую с понедельника. Ну, платный уже интенсив, да, это гора. Ну, посмотрю, как назвать его, потому что символика разная есть горы. Есть, предлагаем такие образы, как восхождение на гору, покорение остроконечной горы, просто гора. Ну, посмотрю, как еще сделать тогда. Гора, это, кто давно в психотерапии знает, да, что это символ родительский. Но в зависимости от того, как мы к этой горе повернуты, в зависимости от того, как мы это воспринимаем, так мы и имеем, ну, как бы... То есть родительский символ может быть как защищающим, да, когда он находится сзади нас. Так, и если гора стоит впереди, мы ничего не видим, то это что, о чем речь? О каких-то родительских установках, авторитетах родительских, да, которые мы не можем преодолеть. Как правило, кстати, здесь мы часто злимся на родителей, претензии к ним мы предъявляем, обиды какие-то. На самом деле, это и есть гора впереди. Гора, из-за которой ничего не видно. То есть пока мы предъявляем родителям претензии, пока мы на них обижены, мы ничего больше не видим. То есть наш взгляд обращен все время на родителей, на душа. И мы не видим из-за этой горы своей жизни. То есть мы не видим цели, мы не видим мужа, мы не видим, ну, или там, жены, детей своих. И поэтому у нас возникает целая куча проблем. То есть вот эта обращенность на родителей большая дает целую кучу проблем. Ну и отсутствие цели в том числе. Мне кажется, в последнее время часто очень с такой проблемой обращаются. Я ничего не понимаю, что мне в жизни делать, я ничего не знаю. Потому что есть обращенность на родителей. Ну а родители сейчас это все подстегивают, да, то есть соломку везде подстелили детишкам. Все они знают, где они будут учиться, что делать, от армии их откосить. Ну, в общем, все в этой теме сейчас идет, к сожалению. И поэтому у детей пропадает сейчас мотивация. Они ничего не понимают, что им делать вообще, в куда идти. Они уже ждут все это от родителей. Вот. То есть это вот такая тема горы. Это работа с родительскими авторитетами, установками. Неосознанно, конечно. То есть мы часто не понимаем этого. Ну а что тут такого претензию к отцу иметь? Ну вот он же такой, да. А я вот другим хочу быть. Друзья, пока мы не, ну как бы, вот такую претензию к отцу имеем или там к матери, мы будем точно такими же, как он или как она. Всегда, если обратиться вот к этой теме, всегда видно, где мы такие же. Но мы в реальной жизни этого не замечаем, естественно. Поэтому нужен психолог, который отражает. Поэтому есть наука психология, которая позволяет эти моменты решать. Не более того. Так вот. Ну интенсив, я думаю, он будет с понедельника. Он обычно 5 дней. Я его уже проводила. Дает огромный рост, естественно. Уходят старые установки. Причем мы их не выписываем, эти установки. Не работаем с ними, не переделываем их. Мне кажется, это так сложно вот сейчас через осознание идти. Когда-то раньше я это все делала. И смотрю, вот эти вот, знаете, сейчас марафоны желаний. Там все это выписывают. Ой, ну это все так долго, так муторно. Не знаю, это все можно настолько легче сделать через символы и образы. Что, ну вот, такой вот, короче, будет интенсив. Который позволит преодолеть все эти запреты, ограничения. И приобрести, естественно, определенную свободу. Надо посмотреть с вершины горы. Ну, если удастся на нее дойти. Определить свои цели, может быть, какие-то. Неосознанно, конечно, все это сделают. В обход сознания это делается. И таким образом привнести в свою жизнь колоссальные, огромные изменения. Тем более, что карантин когда-то все равно будет заканчиваться. И нужно как-то все начинать по-новому. По-старому уже не будет. Коронавирус, он здесь для того, чтобы внести изменения. И после такой остановки уже ничего по-старому не будет. Сейчас видите, да, что делается. То есть убираются у нас привязки как раз-то, да. Привязки к материальному, привязки к работе в том числе. Люди сейчас боятся потерять работу, деньги. А вот коронавирус, он как раз для этого, для того, чтобы мы не привязывались к этим материальным вещам. Это в том числе про страх смерти. Когда мы привязаны, мы боимся умирать. И поэтому жизнь будет как-то начинаться по-новому и по-другому. И к ней нужно быть готовыми. Причем внутренне в первую очередь быть готовыми к этому. И поэтому я предлагаю не через коронавирус идти, да. А через вот такие вот работы с образом. Ну, что важно, сейчас там я видела, что-то сверху было написано. Сейчас я посмотрю. Здравствуйте, да, здравствуйте. Мы уже сейчас заканчиваем. Так. Нет, я не вижу вопросов ваших. Удивительно, но их нету. Вопросов. Вот, я тогда, наверное, буду заканчивать, если нет вопросов. Думаю, все я довольно доступно объяснила. И можно сейчас пересмотреть будет свои работы, может быть, или сделать их еще раз по-новому. Приходите на интенсив, на личную терапию. Если есть желание, конечно, меняться, решать свои задачи, вопросы, проблемы. Вот, и тогда будем с вами встречаться и дальше. Спасибо, что присутствовали. Спасибо за ваши мысли, чувства и опыт в интенсиве. И жду вас, жду до новых встреч, как говорится. Счастливо. Спасибо. Спасибо. Спасибо.